На прямой связи со студией научный руководитель Российского Совета по международным делам Андрей Картунов. Господин Картунов, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Вы слышали, что стягивание войск активизируется на фоне запланированной на 5 апреля встречи США, ЕС и Армении. О чем это говорит? Неужели стороны уже договорились обо всем, а предстоящая встреча это просто формальность? Вы знаете, я думаю, что все мы понимаем, чего Запад ждет от Армении. Ясно, что Запад хотел бы разорвать традиционные российско-армянские связи. Для Запада была бы большой победой, если бы Ереван вышел из ОДКБ, если бы Ереван вышел из многосторонних экономических проектов, которые реализуются на территории постсоветского пространства. Это все более-менее понятно. Вот что менее понятно, это то, а что, собственно говоря, Запад готов предложить Армении взамен. Поскольку очевидно, что даже статус кандидата в члены Евросоюза пока что Армении не светит. Это долгосрочная перспектива, наверное, в общем, по крайней мере, не этого десятилетия уж точно. Ясно также, что Запад едва ли готов предоставить Армении какие-то гарантии безопасности. Ясно, что Соединенные Штаты не будут ссориться с Турцией для того, чтобы оказать поддержку Еревану. Поэтому, наверное, интрига встречи в Брюсселе заключается в том, а, собственно говоря, какие результаты ожидает получить в ходе этой встречи армянское руководство. Вот это действительно пока что непонятно. Ну вот, как говорят некоторые из экспертов, господин Картунов, что этот сценарий очень схож со сценарием Украины, что в итоге Армения, отказавшись от своего ближайшего партнера, от России, окажется в западне. Вот что предлагает Запад и почему Армения устраивает Димаш в сторону России? Ну, действительно, украинский опыт, наверное, мог бы быть поучительным. Притом, однако, понимание, что положение Армении, наверное, хуже, чем положение Украины, поскольку все-таки она находится не в непосредственной близости от Европейского Союза, она не граничит со странами Европейского Союза, у нее несколько меньше потенциал. Поэтому здесь стимулов для Запада превращать Армению в какой-то такой принципиальный вопрос в отношениях с другими странами, наверное, стимулов здесь меньше. Но при этом, наверное, есть также надежда на то, что Армения может оказаться относительно низкобюджетным проектом для Запада, то есть для того, чтобы обеспечить лояльность Еревана, не потребуется затратить слишком большие средства на программы экономической помощи, на инвестиции и так далее. Но повторяю, что, конечно, при всем желании Запада оторвать Армению от России, возможности реально обеспечить безопасность Армении, обеспечить экономическое развитие Армении у Запада достаточно ограниченные. Главное, ограниченные стимулы для того, чтобы вот эти цели преследовать. Ну вот на фоне вот всего того, что вы рассказали, Азербайджан продолжает предлагать Армении мирный договор. Вот что станет с этим мирным договором, если вот мы знаем, что Мирзаян заявлял также, что Армения в принципе готова на подписание мира, но при этом мы видим вот западное настроение в Ереване. Ну, конечно, вот то, что происходит, является дополнительным осложняющим фактором, в том числе и для подписания мирного договора. Вообще, наверное, было бы логично, чтобы региональные проблемы решались внутри региона, а также с участием тех стран, которые примыкают к этому региону. Поэтому, собственно говоря, вот и российская сторона выдвигала проект переговоров в формате 3 плюс 3. Но я думаю, что в конечном счете все зависит от того, насколько руководство Азербайджана будет готово закрыть глаза вот на то, что происходит между Ереваном и Брюсселем, насколько Азербайджан готов все-таки идти по пути, как в итоге этого должен быть подписан. Азербайджан продолжает предлагать мирный договор Армении, но мы видим, как Запад пытается не совместировать ситуацию и действия ЕС, в частности Франции, это представляет только угрозу миру и стабильности в регионе, которая сложилась опять-таки за счет Азербайджана. Можно ли сказать, что вот таким образом, если сейчас говорить о Западе, что Запад пытается отвлечься от сложившегося внутриполитического кризиса и вмешиваясь в дела других стран? Ну, можно сказать и так, но при этом я бы все-таки отметил, что ссориться с Азербайджаном Запад тоже не хочет. Азербайджан очень серьезный игрок и в регионе Южного Кавказа. Кроме того, Азербайджан это крупный экспортер энергоресурсов, поэтому я думаю, что здесь Запад будет проводить осторожную политику и постарается все-таки не сжигать мосты с Баку, а поддерживать какой-то уровень контактов с Азербайджаном и каким-то образом заверить Баку в том, что вот то, что происходит с Арменией, не направлено против Азербайджана. Естественно, такие попытки будут делаться. Спасибо большое, господин Картунов, за подключение, за ваши ответы. На прямой связи со студией был научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Картунов.